Здравствуйте, Елена Анатольевна. Здравствуйте, здравствуйте, ребята. Сегодня было существительное третье восклонение. Вопросы есть по грамматике? Три вида третьего склонения. Третье согласные. Кто хочет рассказать? Ну, третий согласный тип, во-первых, это неравносложный, существительный всех трёх родов. И основа заканчивается на один слог. Допустим, колор... Только не на слог, не на слог, на один что? На один согласный, на один согласный. Допустим, колорис мы отбрасываем из, у нас получается основа слова колор заканчивается на р, это согласный. И мы понимаем, что это третий согласный тип. И плюс, мы посмотрим на слово колорис, в именительном потяжении здесь два слога, а в родительном три. И поэтому они неравносложные. Спасибо за ответ. Хорошо, про третье гласное склонение кто расскажет? Ну, к гласному третьему, ой, к гласному типу в третьем склонении относятся только существительные среднего рода. Это номинативус сингулярис и имеет окончание и, ал, ар. Э, чтобы не и была, а э. Э, ал, или ар. В именительном падеже. А в генинативус сингулярис, соответственно, там другие окончания, это ис, алис и арис. Спасибо за ответ. И третье смешанное склонение. Какие виды к нему относятся слов? Третье смешанное склонение включает в себя существительное всех трёх родов, мужского, женского и среднего. Они могут быть как равносложные, так и неравносложные. Равносложные, то есть в номинативус сингулярис и генетивус сингулярис совпадают по звучанию. А неравносложные, их основа заканчивается на два согласных звука. И ещё можно сказать, что в генетивус с плюралис они оканчиваются на иум. Основа и именительный падеж часто не совпадают. Обратили внимание? Ну, я вам ещё, по-моему, в прошлый раз говорила, но и сегодня вы уже точно все это сами увидели. Там написано «лекс, легис». Вы понимаете, что «лекс» — это уже именительный падеж, что вы подлежащее нашли. «Use as art, be in equi». Данная фраза переводится как «право есть искусство добра и справедливости». Данное изречение было высказано древнеримским юристом Цельсом. Также мы можем более подробно рассмотреть эту фразу и понимать её следующим образом. Право — это наука о том, как воздавать каждому по его поступкам, в зависимости от установленных законам, нормам. «О темпура, о морис», «о времена, о нрава». Это обычаи применяют, когда констатируют упадок нравов, осуждают целое поколение. Его сказал Цицерон. Это выражение из его первой речи против Кателина, который считается высшей точкой римского ораторского искусства. «Аут Цезарь, аут Нихил» или «Цезарь» или «никто». Ну, русскоязычный эквивалент или «пан» или «пропал». Приписывают фразу Каллигуле, когда он оправдывал своё неслыханное расточительство и мотовство тем, что ты или ограничиваешь себя во всём, или живёшь как Цезарь. «Салли попули суфремо лец эста». С латинского переводится «когда будет благо народа высшим законом». Данной фразе Цицерон предписывает римским правителям подчиняться интересам народа, благо которого должно быть для них высшим благом. «Персон нон-грата» — это лицо, не пользующееся доверием, а в современном мире используется в дипломатии и обозначает лицо, которое утратило доверие правительства страны, которое он является дипломатическим представителем. «Вени в виде витси». В 1947 году до н.э. Гай Юрий Цезарь одержал победу над царём Босфорского государства Фарнаком и в коротком письме сообщил своёму другу о победе в трёх словах «Вени в виде витси». Пришёл, видел, победил. «Туро лекс, сет лекс». Закон суров, но это закон. Сказался сыром, латинское выражение о главенстве закона. Какой-то ни был суровый закон, его нужно исполнять. Его нужно исполнять. От календос грекос. У римлян календами назывался первый день каждого месяца, и в этот день было принято платить налоги. А у греков понятия календ не было, и поэтому выражение значило только одно — то, что должник вовсе не собирается возвращать деньги. Да, от календос грекос. Никогда. Ну, я могу сказать, добавить, что это была любимая поговорка императора Августа, который в своих письмах так обозначал срок возврата долга от безнадёжного должника. «Аури сакрафамос» — злато-проклятая жажда. Латинская крылатая фраза, впервые встречающаяся в поэме «Вергилия» и «Нейида». В тексте говорится о судьбе злосчастного царевича Полидора, которого его отец Приам послал с сокровищами Трое к фракийскому правителю Полиместеру. Однако тот, узнав, что Трое разрушено, убил Полидора и овладел всем золотом. Впервые эта фраза была процитирована уже Сенегой. «Аури сакрафамос» — жажда священной чего золота. Да, да, да. «Канис вибус мэллор эс леоне мортуо» — это пословица Древнего Рима, обозначает «живая собака лучше, чем мёртвого льва». Её альтернатива среди русских пословиц лучше «синица в руках», чем «жирафа в небе». Урок шестой. Существительные. Просклоняйте словосочетания «юс приватум». «Юс» по какому сравнению? «Юс» — это первый тип склонения «согласный». «Согласный», правильно. А «приватум»? «Приватум» — это у нас прилагательное по второму склонению. «Молодец». «Сингулярис». «Юс приватум», «Юрис привати», «Юри привато», «Юс приватум», «Юры привато». «Плюралис». «Юра привата», «Юрим приваторум». «Юрум», только «ум», «ум», «ум» там будет. «Юрум приваторум». «Юрум приваторум». «Юрибус приватис», «Юра привата», «Юрибус приватис». «Ивакативус», не забывайте «вакативус». «Вакативус», так, в сингулярисе «Юс приватум», в плюралисе «Юра привата». «Цивис, романус». «Цивис» склоняется третье склонение смешанное. Правильно. «А романус» — это второе склонение. «Сингулярис», «Цивис романус», «Цивис романе», «Циви роману», «Цивим романум», «Циви роману» и «Цивис романы». Обратите внимание. Именно в данном случае второе склонение заканчивается на «ус» и «вокативус», поэтому не совпадает. Pluralis civis romaniae, civium romanorum, civibus romanus, civis romanus, civibus romanus, civis romaniae. Civis romaniae, отлично. Testis western, testis – это третье склонение смешанного типа. Singularis – testis western, testis western, testis western. Testis western, testis western, testis western. Testis western, testis western. Фратрум бонорум. Чтобы перевести, чтобы определить склонение слова и его падеж, нужно куда посмотреть? Фратр фратрис. Вы определяете, что третье склонение. В третьем склонении ум окончание только в родительном падеже множественного числа. И вам слово бонус тоже это подсказывает. Бонорум, орум тоже только родительный падеж в множественное число. Вот они у вас согласованы. Фратрум, бонорум. Склонения разные, а падеж число и род одинаковые. Родительный падеж, множественное число. Вопросы ставите какие? Кого, чего. И как переведем? Ну, это у меня как раз переводы мои возникло. Ну, хорошо. Фратр как переводится? Это брат. Брат. Брат? Ну... Значит, брата... И во множественном числе получается? Братьев. Братья какие? Бонус, бонус. Это же не имущество. Бонус, бона, бонум. А, в хорошем. Конечно, это хорошие братья изначально, да? Кого, чего, нет кого, не вижу кого, хороших братьев. И это же самое слово предыдущее, предпоследнее. Ратрибус, бонус. Какое будет падеж число? Получается, плюралис, датьюс. Да, и ещё вариант. Брали событию. Ну, так, конечно. И поэтому получается, братья какие? Кому, чему? Кому? Брать. Хорошим. 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 Братьям. Братьям. Или кем, чем? Братьям хорошими. Хорошими братьями. Амикус хумани генерис. Генерис. Это друг человеческого общества. Друг человеческого рода. Да, генерис. Скажите, пожалуйста, падеж число склонения. Генетивус сингулярис, средний род, третье согласное склонение. Да, третье согласное, средний род. Сум ацифери, либертатем, вендере эст. Это благо получать, свободу продавать. Когда благодеяние от кого-то вы получаете одолжение, да, потом надо возвращать долг. Либертатем, падеж число склонения. Аккузативус, женский род, третье склонение. Конфессио эст регина пробационум. Признание есть царица доказательства. В чем доказательства? Пробационум. Пробационум. Какое падеж число склонения? Это генетивус, нейтралис. А, тогда доказательства. Корпус хуманум, нулум. Эст эмоционум. Рецепит. Тело человеческое, никакой оценки не получает. Скажите, эст эмоционум, падеж число склонения. Третье склонение. Третье какое? Согласное. Ага, правильно. Третье согласное. Падеж число? Единственное число. Аккузативус. Спасибо, спасибо. Отлично. Ускурициум эст юз проприум цивиум романорум. Юскурициум, тоже ц, да? Курициум эст юз проприум цивиум романорум. Право киритов, частное право римских граждан. Частное? А где-то слово частное. Я так перевел. Ну, какое слово перевели как частное? Юз проприум. Юз проприум. Посмотрите в словарь-то. Давайте вместе сейчас еще раз переведем. Ребята, напишите ко мне в чат, как вы слово проприум перевели. Курильское право, право, собственно, римских граждан. Значит, право, еще раз, как вы сказали? Право, собственности. Собственности? Нет, на самом деле, неправильно. Не собственности. Ребят, кроме слов, вы посмотрели в словаре, нашли слово проприум, проприи. Правильно? Следующее слово за проприум какое идет? Проприус, собственный. Проприус, проприа, проприум. Ага, собственный. Видите? Да. И если у вас, вы берете слово собственность, смотрите, если вы переводите его как именительным падежом, получается, веритское право, есть право, что собственность. Если вы переводите как собственности, вот многие из вас собственности пишут, но это уже падеж родительный, и тогда было бы, что, какое было бы окончание собственности? Проприум. Нет, в родительном падеже, во втором склонении, было бы окончание и, было бы проприи, было бы юз проприи, право собственности тогда, понимаете? А у вас как раз очень хорошо сюда ложится прилагательное проприум, потому что юз какого склонения и рода? Это третье склонение. И род? Значит, во втором склонении ум, в каком числе и падеже? Уже вариантов нет, у вас юз именительный и проприум, получается, именительный. Юз проприум именительный. И вот оно получается, право какое? Собственное. Хотя по окончаниям, вот если вот так вот не залезать в словарь, посмотрите на предложение. Юз проприум цивиум романорум. Можно было бы сказать, что проприум к какому слову относится? Посмотрите на слово цивиум. Цивиум, проприум. Видите, окончания одинаковые. И вот так вот можно было бы подумать, что этот проприум относится к цивиуму. Но фактически падеж число разные. Проприум единственное число, номинативус. Как мы поняли, что это второе склонение. А цивиум какое падеж число? Третье склонение, генетивус, плюралис. И какое к этому цивиум будет относиться прилагательное? Романорум. Романорум, конечно. Хотя окончания разные, да? Но романорум, орум. Второе склонение, генетивус, плюралис. И цивиум, генетивус, плюралис. Значит, романорум будет к цивиуму. А проприум к юз. В общем, получается, право какое собственное, кого граждан каких римских. Нецесситас, нон хабет лэгем. Необходимость не имеет закона. Спасибо. Легем, скажите, пожалуйста, падеж число склонения. Легем, третье склонение согласного типа. Единственное число, аккузативус. Патер фамилиас апеллатур, куи ин дому доминиум хабет. Отец семейства. Отец семейства. Я бы даже сказала, фамилиас, это уже даже множное число. Посмотрите. Отец семейства. Является владельцем дома. Как перестись слово апеллатур? Называется. Пассивный залог. Отец называется кви. Как переводится кви? Владелец. Кви, местоимение. Кто? Кви это кто? Ну, как, получается, кто в доме главный. Кто в доме? Ага, доминиум хабет. Что такое доминиум? Ну, имеет власть. Имеет власть. Праэтер перегринус юз дицит. Праэтер перегринов осуществляет правосудие. А если дословно, дицит как переводится? Осуществляет, да, это словаря. Дико, дикси, диктун, дицере. Дицеры говорить. Вот здесь будет юз. Кстати, ввинителям подержи. Потому что перегринусский праэтер говорит, что юз. Ну, все, работайте. Давайте через неделю с вами увидимся. Вопросов нету? Нету, все понятно. Нету, до свидания. Ага, все, я вас отпускаю тогда. До свидания. До свидания. Спасибо, до свидания. До свидания.